Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, и в этом видео мы с вами посмотрим, какие существуют подтяжки, все виды подтяжек на гитаре. Ну, плюс-минус, это на самом деле не хитрая штука, но мы посмотрим, что бывает, что не бывает. Если хотите подробно разобраться во всех этих нюансах самостоятельно или со своими друзьями, то есть вот такое пособие. Написал его я, как можно вот здесь вот увидеть, и называется оно «Твои мышления на гитаре». Тут и про технику, кучу упражнений, тут и про композиции, тут куча примеров авторских, тут и про теорию, тут куча теории и куча видеоконтента. Просто огромное количество, которое вы можете, соответственно, качнуть. И все это по ссылочке внизу, в описании, и в телеге смотрите, что ребята фоткают, пишут про эту историю. Итак, все виды подтяжек. Ну, на самом деле, ничего хитрого, все виды подтяжек. Они примерно следующим образом категоризируются. То есть это бывают подтяжки на какую-то высоту звука. Бывают подтяжки, на самом деле, без всяких высот звука, которые делаются просто ради стиля, как делают их часто блюзмены. Давайте сначала с первыми разберемся. У нас есть лады. Допустим, возьмем какой-нибудь звук «до», на пятом ладу, на третьей струне. У нас есть, соответственно, вот здесь вот разные лады, да, и мы можем подтянуть эту нотку до любого из них. То есть вот это будет у нас полтона в один лад, да, соответственно, расстояние между вот этими двумя звуками или вот этими двумя точками на грифе. У нас есть тон два лада, полтора тона три лада, два тона четыре лада, и, соответственно, у нас есть два с половиной тона. Это уже пять ладов, но я не думаю, что у многих хватит, в общем-то, сил и уверенности сделать такие подтяжки. И, в общем-то, это основные типы подтяжек. Нам просто надо понимать, какую подтяжку мы делаем и насколько. Это самая частая ошибка, что ребята начинающие не понимают, насколько они делают полутонов или тонов, подтяжку конкретную. Мы сейчас рассматриваем только то, что можно реально посчитать в полутонах. Поэтому начнем с, соответственно, полутона, потом тон, потом полтора тона, потом два, потом два с половиной. Обычно вот так гитарка ползет после таких экстремальных подтяжек. Ну ничего, как бы вот я их сыграл, соответственно, это вот получается пять типов подтяжек. Раз, два, три, четыре, пять, да, пять. И что есть помимо этого, соответственно? Помимо этого у нас есть еще подтяжечки такие на четверть тона, на восьмую тона, которые звучат обычно вот так в контексте каких-то блюзовых историй. Субтитры сделал DimaTorzok Это такие недотянутые на таком прям вот на волоске подтяжечки. Они ни туда, ни сюда, но звучат прикольно, как украшения, такие блюзовые нюансики. Можно назвать их мелизмы. А также есть подтяжки, соответственно, все типы, да, можно так делать. Когда вы, как я сейчас сделал, струну поднимаете и потом опускаете. То есть это подтяжки с возвратом. Их очень аккуратно надо делать. И главное, не делать их неосознанно. Это прям тотальный фейл, если вот так происходит. Просто жопа. Так делать не надо. Надо делать, соответственно, подтянули. Если хотите перейти к следующему звуку, переходите. Но ни в коем случае не должно быть вот такой истории. Может, у меня это сейчас звучит как пьяный блюз, но нет, я не имею это в виду. Я имею в виду, что так не надо. То есть если мы хотим подтяжку вернуть, ее надо возвращать. Вот с какой-то точки стартовали, дотянули докуда-то и вернули. Ну, в общем-то и все. И я бы еще один тип подтяжечек, такую разновидность здесь бы отметил. Это подтяжки, которые сначала подтягиваются, а потом мы их играем, и они звучат уже, возвращаясь к исходному звуку. Это сложно. То есть я как-нибудь расскажу про упражнения на подтяжке. Но вот, может, кстати, уже на канале есть. Но вот это прям очень важная штука, когда я могу подтянуть, сыграть, и будет звучать клево. То есть вот это, ну, можно назвать это, наверное, словом мастерство, скорее привычка. Друзья, вот такие истории по подтяжкам. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вот такое классное пособие. Приобретайте. И ваше мышление на гитаре будет дико прокачано, в том числе в отношении подтяжек. Куча видео, сообщества и много всяких движух по ссылочкам в телеграм-канале на ютюбе. Подписывайтесь на этот и основной канал. Спасибо. Спасибо.